Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава ЦАФ продолжается, и мы с вами снова изучаем устройство храма и жертвоприношения. А зачем? Известно каббалистическое правило о том, что все нюансы в устройстве храма и все аспекты храмовой службы имеют, кроме практического, глубокий духовный смысл. В душе каждого из нас есть маленький храм, и на жертвеннике этого храма огонь всегда пусть будет зажжен и не угаснет, так написано. Жертвенник в аллегорическом смысле соответствует сердцу человека, а вечный огонь, который горит в нем, энтузиазм в служении и в жизни. Чувственность в исполнении заповедей, заинтересованность в изучении Торы, в духовности, оптимизм, это признаки того, что в сердце горит огонь. Но кто зажигает этот огонь? Давайте вспомним, как в храме это происходило. Священники раскладывали дрова, возлагали на них тушу животного, подносили огонь, и в этот момент небесный огонь падал на жертвенника. И хотя дрова загорались от небесного огня, нужна была инициатива снизу, земной огонь. Ведь любому чуду нужна материальная платформа в физическом мире. Именно она обеспечивается, вот человек обеспечивает эту платформу, и тогда небесный огонь чудесным образом загорается на вот этом земном жертвеннике. Как бы, ну, я не знаю, по обоюдному согласию верха и низа. И здесь нам открывается величайший секрет. Для того, чтобы нам исправить ситуацию, и пришла помощь с неба, нужна работа на земле, духовная в первую очередь. После Первой мировой войны к Хафицхайму, великому учителю, пришли люди. Они рассказали ему, сколько страданий принесла война, сколько общин разрушено, сколько людей погибло. Хафицхайм внимательно слушался, чувствовал, а потом сказал, что все эти страдания будут ничем по сравнению с той войной, которая будет в следующем. Это хорошая, известная история, у нее есть продолжение. Далее Хафицхайм сказал, что и эта, которая будет Вторая мировая война, ужасная и тяжелая, будет ничем по сравнению с войной Гога и Магога. Поэтому, что хочется сказать, нам нужно остановить эту войну Гога и Магога тем, чтобы какие-то наши действия меняли духовный мир. Гог и Магог в будущем скажут так, написано в Кабале. Глупы мы были все, кто до нас, они замышляли против людей и не знали, что есть Владыка на небесах. А я сказал, последний царь перед приходом Ашеков, сделаю иначе. Я буду воевать против Бога, а потом займусь людьми. Медраж объясняет, что значит воевать со Всевышним. Мы, мудрецы говорят, что если мы хотим понять суть любой вещи, вообще любой, посмотри, где она в Торе встречается первый раз. Где в Торе есть человек, который бунтует сознательно против Бога? Написано, не мрот. Он был сильным ловцом перед Всевышним, то есть уводил людей от Творца. Его сподвижники начали строить башню высотой до неба. Хотели установить наверху идола, которая будет воевать мечом, угрожать Всевышним. Бог не дал написанным закончить им этот проект, рассеял и смешал. Под этой странной и очень такой, ну совсем непонятной историей кроется глубочайший смысл. Попробуем разобраться. Из-за каждого поступка человека, вот думайте, что напишет Каббала, появляется в мире из-за плохого поступка злой ангел. Он поднимается к Богу и как бы требует себе пропитания. Я же есть, говорит ему Творец. Тот, из-за которого ты создан, пусть заботится о тебе. Тогда этот ангел опускается, прилепляется к человеку в результате плохого поступка, которого он произошел. И теперь, когда Всевышний посылает этому человеку жизненные силы, которые должны превращаться в здоровье, материальные, духовные блага, часть этой силы ангел забирает для еды себе. И этих ангелов, когда становится очень много, к человеку приходят болезни, бедности. А если их много в мире, то войны. Кроме того, злые ангелы вызывают у человека желание делать плохие поступки дальше. Как видим, все эти силы существуют только за счет святости. За счет, как бы, нам Бог дает хорошее, а мы его воплощаем в одно и в другое. Немрод был великим черным магом. И он видел, что по звездам, что, например, у Авраама не будет детей. Он думал, так, Бог все равно даст какую-то энергию. Вот я ее заберу, и только силы зла будут питаться этим. Сейчас тоже так многое происходит. Зло питается не за счет своей силы, а за счет наших неправильных поступков. Подобное можно сказать о царстве Гога и Магога, о котором говорится перед приходом Машеха. Взглянем, что происходит сегодня с человеческой культурой. Поклонение деньгам, разврату, тщеславию, культ силы. В рамках этой культуры на земле практически нет места для святости. Это победа сил зла над присутствием Бога на земле в этом мире без объявления войны. И мы это видим. Так силы зла намереваются справиться со Всевышним сегодня. И во многих вопросах говорят, что Бог считил землю от потопа, пока не был легализован гомосексуализм. А сейчас, когда уже многие спрашивают о духовных причинах войн, можно сказать, что все это материализовано у нас почти в невероятной степени. Это только одна маленькая часть загрязнения мира. Мы все видели, все знали, все молчали. Гей-парады по Тель-Авиву, по Иерусалиму, в самых святых местах, это нас не касается. И вот теперь это выливается в то, что происходит. Но, после того, как наш великий учитель Хафетсхайм рассказал о тех бедах, которые постигнут людей и в войнах Лога и Магога, его написанное лицо озарилась улыбкой. Ученики спросили, чем же ты радуешься, Раф? Он нам сказал, что все эти беды, которые постигнут мир в конце дней, будут ничем сравнению с той великой радостью, которая придет на землю, когда придет Машиах. Наше поколение называется поступью Машиглаха. Его шаги уже слышны по всей земле. Он готовит человечество к новой жизни в эпоху Третьего Храма. А нам, нам надо только начать свою работу по очищению собственного мира, вокруг себя, вокруг своих знакомых, потому что иначе получается очень одностороннее. Мы очень надеемся на то, что в ближайшее время все это закончится. Перед нами праздник Пурим. И все беды закончатся именно в Пурим. Давайте за это помолимся и за это выпьем. Брахава и Ацлаха. Продолжение следует...